Ну что ж ребятки я всех приветствую в этом ролике я вам покажу что я купил себе на 75 миллионов новые мои покупки новое имущество мое такого давно не было поэтому я думаю этот ролик будет вам интересен тем более купил два редких и очень интересных автомобиля и приобрел себе домик поэтому усаживайтесь поудобней ставьте лайки конечно же подписывайтесь на канал покажите на этом ролике хорошую активность давайте постараемся набрать 150 лайков я вам буду очень сильно благодарен но для тех кто не знает я играю на проекте amazing rp на втором сервачке все ссылочки есть в описании поэтому заходите смотрите и начинайте играть вместе со мной если вы только начинаете играть то конечно же вводите мой промокод промокод полканов его можно вводить на любом серваке до пятого уровня за него получите 300 тысяч рублей но я могу пожелать только приятного просмотра приятного аппетита усаживайтесь поудобнее берите с собой попить покушать и наслаждайтесь данным роликом всех обнял приподнял полетели ну что ж ребятки я думаю начать нужно с недвижимости покажу вам домик который я себе хотел приобрести не конкретно этот просто я хотел себе дом именно на рублевке города арзамас в южном у меня был дом монетам честно не особо понравилось тем более бизнес у меня находится в разумася и дом я хотел в разумася то есть выглядит он такой симпатичный то есть вот цена у него 25 миллионов рублей приобрел его за 33 миллиона не знаю дорого это или нет покупал я его у пацанчика из моей семьи ну в принципе я думаю цена адекватная 33 миллиона тем более их здесь не особо продают принципе эти дома именно в арзамасе вот получается поворотик у нас и за поворотиком у нас вон уже выезд получается то есть находится не в самой жопе просто заезжаешь поворачиваешь получается налево направо и вот у тебя уже твой домик выглядит он неплохо как бы тут все дома симпатичные мне внешне было все равно как будет выглядеть дом просто хотел чтобы местоположение было более менее адекватное чтобы мне удобно было выезжать заезжать там и так далее но самое главное то что я очень себе сильно хотел дом потому что мне надоело подселяться кому-то чтобы починить машину потом выселяться заселяться выселяться там и так далее тем более не все слоты работают поэтому я все таки психанул и решил себе уже приобрести вот такой вот замечательный дом ну что ж ребятки я думаю с понятно теперь давайте перейдем к автомобилям который я приобрел я приобрел два японских автомобиля довольно таки интересные я сам не ожидал то что они так зацепят но мне эти машины очень сильно понравились внешне по управлению там и так далее поэтому я очень сильно себе долгое время и хотел приобрести и вот наконец-то у меня это получилось почему это редкие автомобили да я понимаю то что возможно их как бы там много штук там 20 либо 30 штук каждого образца но в любом случае ребята данные автомобили нельзя купить в автосалоне их можно достать только с контейнера поэтому я считаю в любом случае это редкие автомобили которые очень классные очень прикольные поэтому если вдруг кто-то будет бомбить то что вот эти машины нередки их как бы много да возможно их много на каждом серваке по-разному где-то выбили определенное количество где-то больше где-то меньше я это не спорю но в любом случае этот не тот автомобиль который ты можешь пойти купить с автосалона ой ребятки первый экземпляр это получается mitsubishi lancer 10 он такой просто сочный я реально когда я увидел мне он очень сильно понравился я вообще больше люблю кузов 9 лансера но именно в этом кузове в этом тюнинге на расширение на занижение 10 lancer выглядит очень классно мордашка просто обалденно плюс еще этот номер сбоку пачка реально выглядит очень классно приобрел я данный автомобиль за 8 миллионов полностью стоковый и дальше уже сам его тюнинговал я поставил сюда чип бак занижение тонировку развал этом и так далее то есть сделал полный фарш поставил сам основной что мне здесь хотелось видеть в итоге сам автомобиль не обошелся в 8 миллионов а тюнинг обошелся в 10 миллионов и того 18 миллионов рублей вот такого здесь птс и как бы ну ничего такого интересного два владельца как бы воска 10 миллионов его купил дешево потому что его продавал мой пацанчик из фамы из-за того что я хотел его купить он не продал за 8 миллионов а так в принципе он стоит дороже я думаю плане езды это очень интересный автомобиль то есть до максималку не не особо большая но зато это полный привод она хорошо рулится она хорошо управляется на первом чипе максималка двести пятьдесят четыре километра в час то есть я реально от этой машины кайфую вы уже видели и на стриме и видос там и так далее в будущем я хочу сюда поставить получается нитро и неон градиент это пока что возможно потом аудиосистему поставлю но в ближайшее время хочу поставить неон и нитро то есть я планирую этот автомобиль оставить себе реально я не хочу продавать то есть мне он нравится я понимаю то что много машин по факту это плохо я хотел очень сильно этот автомобиль реально как только вы добавили я его очень сильно хотел он был у максима много кого он был но у меня постоянно либо не было денег либо не было желание короче я не знаю тем более это такая четырехместная просто зажигалочка японская понимаете самурай просто японский самурай пацаны таком обвесе я считаю должен быть выхлоп по интересе быть что такие именно банки знаете были здоровые такие как на субару вот такие если здесь банки стояли и они смотрели бы в разные стороны это был бы просто разрыв трусов реально и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, ребятки, следующий автомобиль, который я тоже очень сильно себе хотел, я его искал, 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 не мог найти... Да, пацаны, это Nissan Skyline R33, вы не путайте, как бы, 34 и 33, это совсем разные автомобили. Возможно, вы помните, что когда я снимал видео про обновление, либо стримил, я вам сказал то, что эта тачка реально очень классная, я себе обязательно ее куплю. Так оно и произошло. Да, пацаны, не сразу. Очень сложно найти такие автомобили, многие их, как бы, просто не хотят продавать, потому что тачка реально прикольная. Да, на любителя, но, как бы, кому нравятся японские автомобили, кому нравится Skyline, тот, в принципе, я думаю, себе этот автомобиль так же оставит, как и я хочу себе оставить. Поэтому, их особо не продавали, именно на 02-м. На, возможно, других серваках, как бы, их там валом, их там продают по дешману. На 02-м серваке этих автомобилей не так уж и много, поэтому найти его бы реально было сложно. Вот, получается, по тесту данного автомобиля. Да, пацаны, здесь тоже ничего интересного, просто стоит чип, сигнализация, антирадар. Мне этот автомобиль обошелся, ну, я еще у тебя не лаговал немножко, то есть мне он обошелся где-то в 25 миллионов рублей. Да, ребята, это дорого, возможно, там, на 01-м серваке, на 03-м эти автомобили стоят, там, по 10 миллионов, по 15 миллионов. Но, как я и сказал, на 02-м серваке найти этот автомобиль в продаже, ну, реально сложно. Да, я понимаю то, что, по факту, автомобиль не особо быстрый, максималка у него всего лишь 230 километров на первом чипе. Это, как бы, не гиперкар, поэтому, в принципе, если так подумать, максималка нормальная. То есть, если хочешь быстрее, ставь третий чип, логично, логично. По поводу управления, на нем можно и подрифтить, конечно, но он такой, знаете, бодренький. Вот с места, смотрите, как он стартует просто. То есть, зацепик у него прям такой бодрый. Максималку набираю довольно-таки быстро, но мне эта машина понравилась именно внешне. Внешне она мне зацепила, вот жопка у него прям очень сильно красивая. Бородашка не такая сладенькая, но жопка прям очень сладенькая, красивая. Вот эти фирменные фонари. Какие планы на него? Конечно же, я тоже хочу его себе оставить, потому что, ну, я хотел этот автомобиль, как бы, мне он нравится, я хочу на нем кататься. Я планирую его собирать. Хочу сюда также поставить нитро, неончик, там, аудиосистему и так далее. Поэтому я планирую и ланцер, и скайлайн собирать сам. Да, не быстро, там, потихонечку. Сначала там нитро поставить, потом там неон, потом аудиосистему, потом третий чип. Вот так вот потихонечку, постепенно там, за 2-3 месяца, я думаю, все получится. Теперь у меня есть в автопарке не только BMW M5 F90, но и два японских интересных автомобиля. Продолжение следует... Ну что ж, ребятки, я думаю, на фоне вот этой красивой, получается, японской жопы, можно и закончить данное видео. Надеюсь, его вам понравилось. Да, я понимаю то, что это просто, знаете, такой видос ни о чем. Как бы купил там себе какие-то машины, какой-то дом. Но я думаю, в целом, должно быть интересно, потому что все-таки машины не такие же простые. Тем более, как бы, это моя игровая жизнь, чтобы потом в дальнейшем не было бы вопросов. Да, тем более, мне хочется тоже с вами поделиться своей покупкой, своими покупками, то, что я потратил вот 75 миллионов рублей. Все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Пока что, ребятки, ждем обновления. Я думаю, в ближайшее время оно выйдет на выходных, возможно, возможно, раньше, возможно, чуть позже. Но, в любом случае, оно уже не за горами, поэтому нужно бабочков подкопить, потому что с этими покупками я потратил все деньги. Поэтому буду копить бабки на обновления. Приходите на стримы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех обнял-приподнял. Всем пока-пока.